Друзья, если вы решили отпраздновать свадьбу, не стоит экономить на видеооператорах, иначе может произойти именно вот такая ситуация. Катюш, ну я забрал нашу свадьбу на видео. Наконец-то, давай скорее посмотрим. Ребята, привет. Значит, тут такой небольшой форс-мажор с видео получился. Не, я все снял, да, я все снял, кроме крышки и объектива. Але, ну, это же видео особо никто не дивится, правильно? Главное, ну, как бы воспоминания, да? А я как бы все помню. Ну, поначалу, да? Ну, вот это кортедж с лимузинов, вот эти мости с золотыми львами. Ну, лишний пафос, на самом деле, если честно, можно было просто фуршетик заказать. Единственное, вот это, что хорошо было, это, когда квадрокоптеры несли 20-метровую фату. Это было, да, это было хорошо. По еде, да? По еде. Вкусно. По еде вкусно было, да? Так, по ведущему, да? Ну, Гарик Бирча, конечно, ну, такой. Вот это, ну, задолбал уже. Знаешь, лучше был Горбунов. Дискотека хорошо была, вот это понравилось сальто. Сальто мощное было. Так сразу и не скажешь, что бабушке 70 лет, понимаешь? Ну, как бы, по основным моментикам все. Ну, как бы, нормально, ну, нормально с вами было. Нормально, да, хорошо все получилось. Вы, это, вторую часть гонорара вот сюда, на эту карточку скидываете. Вот. И, что там? Счастья там. Любые, удобые. Удачи. Добро пожаловать! Похлопайте страхи быстренько! Чуть-чуть еще! О, спасибо. Знаете, мы так до конца и не решили, кто из нас будет Цезарем. Смисли не решили, я буду Цезарем. Настя, ты уже пояснил. Цезарь один, робив багато справ одночасно. А не одну справу з багатьма, понимаешь? Ага, не осмеха, расслабьтесь, командочка, Цезарем буду я. Юра, нет. В тебе для Цезаря слишком велика порция. Да-да, Юра, ти більше похожий на тих, с кем Цезарь воював. Цей Астерикс и Обелиск. Ха, вы же правильно сказать Обеликс. С-к. К-с. У меня хоть костюм нормальный. Между прочим, Цезарь в простині не ходил. Боже, Юра, який ти тугий, це підодіяльник. И вообще, чего ты решил, что ты Цезарь? Ну потому что у меня жінка цариця. Что? Ну, вчера трохи накосячил, да? Пьяный прийшел ночью, прям в этом завалився. А потом русская, ай да, поехали! Ой, а сейчас у меня такая ситуация. Юлий Цезарь на Ивана Купала. Ой, це хорошо так попрыгали. Эх, жалко, що нема кого казнить. Такий костер пропадає. Ну шо, з Богом. Ой, на Ивана, ой, на Купала. Хоч би Клеопатра, хоч би Клеопатра, хоч би Клеопатра. Хоч би Клеопатра. А сейчас будет постельная сцена. Я думал, тебе хоть піст остановить. Ну, чуешь? А ты тут при чем? Дивись. Юлий Цезарь прийшов, побачив, переміг. А вот Юрій Цезарь прийшов, побачив, переїв. Между прочим, Клеопатра ванну з молоком приймала, а не выпивала, Настя. Шо ти сказав? Шо слышала, Настенька? Та вообще, а чого я маю це терпіти? Давай-давай, іди, потім приповзеш на колінах. Ти шо ти жирний, о? Юра! Шо? Ти шо витворяєш? Шо таке? Ти шо не понимаєш, що Настя своїми танцями нам все виступління тащить? Я вас прошу, ваше виступління тащу і я. Все правильно. Ти на дно. Вона наверх. То воно хоть трохи вирівнювалося. О! А я казав, шо ти припозриш до мене на колінах обратно, і шо ти мені зараз... Ну і забирай свого бройлера. Зразу видно баба села. Нічо, ми і без неї справимся. Ну да, це ж не з циганами на вокзалі битись. Без неї справимся. Бездушні пари були завжди. І так сама бездушна пара Древнього Риму. Ти моє коп'ю не бачила? Не бачила. Та подожди я ж не п'яний. А наше вона тобі? Наше військо йде в поход на сорок років. Забавно. Так шо зви сина, хай батьку пока скаже. Батько? А ти тут при чому? В смисле? Може поїстиш перед дорогою? Давай. Тільки в нас нічого нема. То наш ти предлагаєш? Пранк? Шо за звук? Це сигнал, що нам треба йти покоряти Європу. Ну, шо я тебе скажу? Валий. Ти б ще понімаєш, що мене в цьому поході можуть завалити? Надіюсь, мене тут теж хтось завалить. А це шо за звук? А це сигнал, що в цьому році ми не їдем покоряти Європу. Нести пляшку і коп'ю. Я королева ночи, си моя сучна. Был зараз гречу, я, варчу не зазначу. Ти тяпи свободна, я, вдела, що угодно. Вречай, я. Я королева ночи, си моя сучна. А це значить точно, я тебя забуду. Ти тяпи свободна. Слухай, Нась, ти цей, на Юру не обіжайся. Ти ж знаєш, що їм приваляний трохи. Повненчик він чарку випив, таке пробір, що говорив поза очі. Придурки, це я! Юр, ти Насцю в житті не заміниш. Между прочим, я можу робити все те, що і вона. Що? Прямо все, чи що? Алло, що стоїм? Насюха, об'являй давай! Ти придурок, це Юра, це не Настя! Серйозно? А по ощущенням то же саме. Ай, юлки-маги, ну що? Щас таке піду. Значить, короче. Судячи по заставці до передачі Дмитрия Гордона, вона ще існувала до нашої еры. І так, Дмитрий Гордон бере інтерв'ю. Ухай, Юлия Цезаря! Доброго вечора, Юлий. І сразу же хочу зробити вам комплимент. У вас шикарні глазні яблоки. Ви знаєте, я восхитився, коли узнал, як жестоко ви расправились с восстанням в Римі. Було діло ж. Убили всіх несогласних. Ну, взяв ты і побував. А главное, ви ж не перебирали жінчин, мужчин, чорних, белых. Ну, чор я маю гость выделяти, да? Це означає, що ви не сексист і не расист. Ну, работаю над собою ще. Ви дуже інтересний собеседник. Спасибо. У мене в Римі 65 квартир. У мене здесь все хорошо. А у вас в Римі все хорошо? Ну, що, тако йде стройка. Правда, підрядчика непутьового найняли. Бухають постійно. Пизанську башню криво построїли. Кстати, ваші. Кищак хори в міськбуд. Знаєте, да? Слэшили. Кстати, недавно брал интервью у вашого родственника. І моєго ооочень хорошего друга. Брутто. Серьезно? А ви ще не видели? Не. Ой, він вам такий сюрприз готовит. Ви просто умрете. Буде так ждуть, так ждуть, що буде. Расскажи, расскажи. Ну що, нормально валю, да? Юра, офігенно. Все. Тепер підкатуй до ями. В смысле? Ну як, жюрі нас вже знає. А яма бачать перший раз. Його треба трошки обработати. А за комунікацією з жюрі у нас Настя отвечала. Так що, айда. Ні-ні-ні-ні, я не можу, я не можу. Айда. Чуєш, Владюшка? Ти мені якось на танцях з зірками казав, що тобі не хватає моїх бідер? Зараз тобі кінцю моя все хватає? Чуєш, Владюшка? Вставай. Тепер сіда. Вставай, давай. Сіда. Короче, Владюшок, тут треба один вопросик обкашляти. Дивись, Владюшка, ця пляшка сьогодні по-любому буде пустою. Встанеш, вип'їмо в місті. Не встанеш, заставлю самому випити. А це на якийсь там твій любимий Лонг-Айленд. Від цього я сипнути можна, ти поняв? Та що, давай. Ти там, ну, якщо треба партнерша по танцям, чи просто партнерша, ти або. Да? Ну, ти поняв, да? Нас, 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 секунду. Чуєш? Це, вибач мені, будь ласка. Я щось трішечки переборщив, ну, чесно. Нам же з тобою ще іграти, как би, ну, далі. Я надію, ж, да? Очень. Ну? Вот, і я ж вибачаюсь дуже сильно. І де? Шо, де? Де буде миритись? Тебе чи в мене? Ну, шо ти начинаєш? Ну, сьогодні, серйозно. Та, ладно, я прикалуюсь, прощаю тебе. Тільки для начала. Примірительний танець. Дякую. 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 Юр, знаєш? Все-таки ти – настоящий цезарь. І не важливо, що ти оскарбив дівушку, устроїв клоунаду з тими переодівачками, спортив ямі вечір. Саме важне, що всі ці віщі ти зробив одночасно. Моя провінція! Дякую. 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 Оскарбовує, дякую. Уаме. Дякую. Як у мій англії? А тобі – і мама. Мама, що у тобі ті банки? Цього ти банки не привіз. Сергія, що сказеш? köутін в воді веська? Мама! Не мама, а тітю Маша. Мама, ну ладно, я привіз тільки в одну банку. А это не моя банка. Моя не нащерблена. Зараз прийдет с работы тату, а ведь сегодня вечер. Он тебе сделает эти банки. Рома, привет. Представляешь, Егор не привез банки. Ого, козел. Рома, а где лодки? Рома, где лодки? Скажите, напитаюсь. Рома, где лодки? А право нагородить украинских боксеров, которые самые лучшие в мире, надается лучшему футболисту Андрю Шевченко. Усик, привет. Привет, Ломаченко. Привет, Гвоздик. И фото на память. Церемония завершена. Хлопцы, хлопцы, сейте. А как у вас с футболом? Ну, так, на любителя. Вы в сборной Украины. Да у нас нет времени. Да вы что, вы нашу группу до Евро-2020 видели? Люксембург, Литва, Португалія. Вам нужно выйти лишь на один матч с Люксембургом, потому что наши програют в самых неочекованих матчах. Ну, хорошо, когда тренировки? Какие тренировки? По футболу. Вот кадры прикалываются, что 22 березня на НСХ Олимпийскому. Нет, 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 я не могу. У меня бой с Джошуа. Усик, вместо тебя пойдет Ракицкий. Это ему за зенит. А действительно, ребята, давайте сберемся и выиграем чемпионат Европы по футболу. Что ты говоришь? Выиграем чемпионат. Боже, доброе вас по тем головам тут чуть-чуть. Выиграем тренировки. Хлопцы, вы что, приходите? Давай, заказ. А під час национального відбору до Євробачення участь прийняли як відомі колективи, так і ось такі. Наступний, заходьте. Чуришь, братику? Давай, братело. А что это за цифры? Мне кажется, что это не уважение к артистам. Миле цифры, миле люди. Добрый раз! Взагалі-то, добрый вечер. Не знаю, мы только проснулись. Вы кто? Дуэт и тормоз. А что? А что нет? А что нет? Нет, ну меня не коробят. Отвитрад? Меня не коробят. Так, ладно. Як пришли, давайте співайте уже. Пісня про нашего деда, который хотел кинуть тебя. Сели за стіл, пляшка ще була, сіла. Наш дід прийшов, пляшки вже майже нема. Ой, як болець, швидка летит. Наш дід на всіх кричит, що в житті не буде більше спинь. Але прокапався і знов хвиялка розстріла. Зупиньтеся! Ви не подходите для Євробачення. В смысле, а чим ми хуже Тіни Карль, Джамале і Сердючки? Всім! Раз. Ну. Одна причина. Ми готовим меняться. До побачення! не унижайся не унижайся брателло я да я тут я тут брателло это чую если тебе плюют спину за 4 впереди я знаю знаю я впереди а поки відбувається передвиборча гонка ми вирішили створити свого ідеального кандидата ми повинні зібрати у ньому усе найкраще від попередніх президентів бажання бути першим від кравчука стабільність від кучми від ющенка долар по 8 а чи не по 5 не знаю люди хочуть долар по 8 від порошенка бажання робити дороги януковича забули ну що ти від нього візьмеш хоча 2012 рік 11 березня в нього були офігені лакові туфлі він готовий цього замало да його повинні відразу полюбити люди тому зовнішність Олега Вінника але це любов тільки від жінок попа Насті Кам'єнських чоловічий стержень візьмем від Усіка від Лесі Нікітюк готово Юра 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 Пацани я тут все Ти зараз був повинен людям показати ідеального кандидата да значить я обіцяю значить жінкам мужиків мужикам бабів невинним тюрьми значить бандитам цій землі страусам свободу що ти говориш Юра Володь а що може говорити людина в лакових туфлях Януковича ну Юра Юра Друзі знаєте а нам попався найкращий тренер і не дивлячись на те що люди говорять що він брехун що він краде їжу в бездомних собак що він не слухає що говорить його команда а наш формат Юрій Кач в мислі брехун Тільки просто танцю � Субтитры делал DimaTorzok Боже, какой реквизит! Боже, мой самый любимый реквизит! Ээээ! Это что за инсталляция перед входом в сауну? Дима, кто это? Девочки, ну у нас тема французская мода. Это элитные французские модели. Нет, это что не элитные, я вижу. А с чего ты взял, что они французские? Ну как же, ну вот же. Хруст французской булки! И чего? И сыром пироги! Так, Венецкие, вы уже вообще обалдели! Мы спрашиваем, вы что у нас на выход не взяли? Девочки, ну если бы у нас тема была Мадагаскар, то вот такие вот Тимон и Пумба, они были бы без вопросов. А для французского подиума у нас есть Софи, Марсель, Жюли и Аннабель. Такое впечатление, что я в Затоке вино на разлив покупаю. И чем нам помогут эти курвуазье? Так, давайте не хамить. Между прочим, нам еще участвовать в одном полотне. Да, девочки, здесь тоже все через полотно, поэтому косточки поджали. Давайте клячу, дефилячим! Сейчас в Париже проходит недельный показ МОД. Итак, перенесемся за кулисы. Бонжур, бонжур, ма шери, ж мапель Жан-Поль, а лэс, кутюр Париз, а лэ, а лэ, а лэ! Вероника, слушай, а что это вот оно сказала? А я что знаю? Я что, английский в школе учила? У нас только французский был. Может, за показ что-то говорить, что я знаю? Слушай, сестричка Анарексичка, а ты что опоздуешь, а? Ой, господи, я в лифте застряла. Ты смотри, подруга, если тебя уже лифт определяет этот звоночек. Ой, слышишь ты, башня эйфелевая. Это в смысле, что я такая высокая? Это в смысле 1889 года рождения. Ой, малолетка, это случайно не твоя бабушка в первом ряду сидит седая, веером обмахивается. Господи, это же Лагерфельд, Карл! Вот это я тупанула. Тупанула. Слушай, в этом Париже без столько знаменитостей. Я вчера познакомилась с основателем плейбоя Хью Хафнером. Так он же шумер. Вот таксист тварь. Поставлю ему в убери единицу. Ну поставь. Ой, слушай, я не могу снять штаны. Ну конечно, подруга, ты себе на этих куросанах глянь, коль Кардашьян отъела. Так, а ну держи. Что ты делаешь? Подруга, ты что творишь? Да я тебя умоляю, это ж кутюр. Сейчас сойдет за великое искусство. Господи, мне этот показ напоминает вручение премии «Учитель года» в моем ПГТ. Богатые люди аплодируют голодным женщинам в странных нарядах. Ей-богу. Боже, что этот андретанутый от меня хочет? Я что знаю. Слышишь ты, кобыла? Этот андретанутый хочет тебе сказать, что если вы мне испортите коллекцию, то увидеть Париж и умереть тебе за счастье станет. У меня два кредита в жмеринге, туда возвращаться я не собираюсь. Так что натянула улыбки себе на макияж и на поклон. Я так и знала, что он наш. Откуда? Говорил бонжур, так гэкал. А, молодец, пробился. Благодаря французским дизайнерам украинские депутаты бывают чаще там, чем в Верховной Раде. Итак, представьте Париж элитный бутик дорогущий. Здрасте. Бонжур, мы рады рассветать в нашему бутику, проходьте. Вы что, на украинском разговариваете? А, уи-уи, на разе у нас найближший клиентів сам из Украины. А то я смотрю, там при входе терминал приватбанка стоит. А, я можу вам чимось допомогти? Та не-не-не, не надо, у меня, походу, колега соседней фракции нарисовался. Только тихо, тихо. Руки в гору ГБУ! Це не я, це всему Шейчук! Блин, Валера, це ти чи що? У меня чуть сердце в офшори не пішло. Я перепрошую, а ви будете брати ці штани? Там же буду. Слышиш, а чо ж ты, это самое, тут, в Париже, в Киеве такой же бутик есть? Так мені тут додому ближче. Чо ж, це ти що тут робиш, а? Тебе ж підписка про невейс, ти беш на носі браслет. Да, браслет на ноге, а нога в Киеве. Слышиш, на борщаговке трубу прорвало. Люди неделю без холодной воды сидят. Семнадцать тысяч на ремонт надо. Я не знаю, де эти деньги взять. Девушка, пятьсот евро носки? Да, двадцать пар, принесите мне. Боже, 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 какой красивый пиджак, господи. Та ти шо? Такий же ж красивий, Тима, він же ж зеленого колера, а? Тот конец, хорошо, зеленку не буде видно. Та ти шо? Добрый вечер, добрый вечер. Я думаю, как-то решим этот вопрос. Да, слушай, подходит неплохо, да. О, че? Какой карман глубокий. Мне прям подходит, слушай. А, нет, то я мимо, господи. Девушка, беру. Я щас насчет вам перекину. Можно я в комментарии к водежу укажу, что это на ремонт 63-го садика? Ну и слава богу. Месье, за шкарпетки розрахуйтесь. Ну не могу, вот такой вот я человечек. Ну что я... Во все времена Париж был столицей моды, а в 18 веке главными модниками были мушкетеры. Мы представляем вам свою версию казни миледи. Оля Полякова. Она же леди Шлепка. Она же королева ночи. Ваши песни переполнили терпение людей на земле и Бога на небе. Если вы знаете какую-нибудь молитву, кроме «Ой, люли, мои люли», произнесите ее сейчас, ибо вы виновны и будете казнены. Да кто вы вообще такие? Мы главные модники Парижа. Артас. Артас. Арамис. И Д'Артаньян. Вы не можете меня казнить. На мой концерт купили билеты тысячи людей. Тысячи чертей! Купили билеты на ваш концерт. Казните лучше Лободу. Она умеет играть на саксофоне с двух сторон. Нельзя. У нее индульгенция московского патриархата. Мы отпускаем вам ваши грехи. Но мы не можем вам просить день города Крапивницкий. Вы, вы ужасно пели в микрофон. Д'Артаньян! Да если бы я пел в микрофон, мы бы сейчас с вами не разговаривали. И я пела под фонограмму. Д'Артаньян, спасите меня! Еще шаг, Д'Артаньян. Я клянусь, я буду вынужден скрестить с вами шпагу. Д'Артаньян! Я влюблю вас! Д'Артаньян, еще шаг, и я клянусь, я буду вынужден скрестить с вами Портоса. Д'Артаньян! Д'Артаньян! Д'Артаньян, еще шаг, и я клянусь... Да я в туалет хочу! Я больше так не буду. Оля Полякова, мы не верим ни одному вашему слову. Вы будете наказаны красивой песней со смыслом. О, нет! Есть в Граммском парке черный пруд. Боже, он попадает в ноты! Там лилии цветут. О, господи, это модуляция! Там лилии цветут. Рифма! А-а-а-а! Све-ее-ее-ее-ее-ее-еееееее-ееееееттут! Бэ! Уважаемые друзья, Франция подарила нам не только высокую моду, не только романы, но еще и кухню, вино и незабываемое французское кино. А мы им что? А мы, а мы, а мы им за это очень благодарны. Винницкий, с любовью, с берегов Южного Буга. А я? А может быть, забудем все и сбежим? Свобод нам не по духу, строгий режим, сбежим и не найдут нас никогда мусора. Ни воровка, ни шалом. О, 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 не понял, что за образ молодой Поляковой? Молодой не в смысле, что сейчас по-другому. Зачем я это говорю, да? Надя, Наденька, шо за внешний вид? Сорокалетним женщинам нравится винник, а сорокалетним мужчинам Надюха Дорофеевская. Понял? Мальчик. Какой он тебе мальчик? Ты давай расскажи, шо между нами. Огромная социальная лестница. Здравия желаю, мусороуполномоченный Рябченко. Мадам. Благодарюска. Эй, мадам. Боже, эти шубы еще разговаривают? Эй, мадмазель. Подожди, шубы, потому что она нас типа хочет. А-а-а. Размечталась. В очередь становись. Мы вообще-то ищем серьезные отношения на сегодняшний вечер. Нас вот это вот на один раз не интересно. Нам нужно серьезно приехали в отель, серьезно переспали, серьезно вызвал такси, ты уехал, я тебя больше не знаю. А можно у вас спросить? Спрашивают с лохов. А с чего ты вообще взял? Шо ты мне интересен, а? Ну, ну ты ждала меня, так ждала. Я же был мечтой твоей хрустальной. Ты бы, главное, угнала бы меня, но не видишь в этом ничего криминального. Так, ребят, извините, конечно. Случай в поликлинике. Следующий. Здравствуйте. Что вас беспокоит? Я плохо выговариваю буквы. Что-что? Я плохо выговариваю буквы. Буквы плохо выговариваю. Хорошо. Какие буквы плохо выговариваете? Ну, поймите, это не для того, чтобы поржать. Ваша фамилия. Ну? Плохо. Какой? Плохо. Через О? Через Брин. Где вы работаете? Да? Да, вы. Диспетчер в колл-центре Аббреватор Лайф. Как вы из такой дикции работаете в такой компании? Ну, 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 ну. Алло, диспетчер про халлоу аппаратом. Нет, нет, это не проблема с дикцией, у нас всегда проблема со связью. Да, да, спасибо, но в ближайшее время мы вам перебернем.